Бригада иллюминации горсвета старательно колдует над образом зеленой красавицы на площади Победы в Витебске. Этим парням к сложным погодным условиям не привыкать. В ход идут тысячи лампочек, сотни шаров и километры гирлянд. Главное ноу-хау 2021-го – звезда со светодиодами на макушке. Электромонтеры шутят – такую яркую будет видно даже из Браслова. Вешаем игрушки светодиодные, потом подключаем к кабелю их и уже питающий кабель непосредственно подключается в этот ящик. В этом году у нас замена звезды со старой пятиконечной советской. Старая работала больше 25 лет и срок службы уже вышел. Ремонта непригодная она. Сейчас мы монтируем новую звезду, современную. На Винах в праздничной иллюминации города над Двиной хватает. Здесь и оригинальные решения в сквере Накирова, и светодиодный тоннель у КДЦ, и новая композиция с национальным флагом на Замковой. Чтобы море огней светило ярко и красиво, на земле и в воздухе над ним дрейфуют десятки электромонтеров. Гирлянды, украшения и инсталляции. Ежегодно своей работой горсвет приносит витебчанам новогоднее настроение. На центральной елке будет 3000 светодиодных ламп. По улице Ленина, Фрунзе, Правды, Московскому проспекту, Черняховского, Замковой тоже есть наша иллюминация. Плюс ремонт освещения, которое от нас никто не отнимал, так как у нас все-таки на балансе находится 32 тысячи светоточек. У нас 958 освещенных улиц только в городе. Исправность гирлянд, праздничных огней и всей системы городского освещения 24 на 7 контролирует эта диспетчерская. Специалисты следят за фонарями, распределителями и шкафами иллюминации. Любой сбой в системы готовы исправить максимально оперативно. Диспетчерская служба в реальном времени мониторит все шкафы наружного управления, наружным освещением города, а также иллюминации, которые это видно в реальном времени. Видно мощности, нагрузки, которые потребляют данные шкафы. Ну и неисправности тоже возникают, в случае которых отправляется аварийная бригада на это устранение. Новогодняя иллюминация в Витебске начнет работать уже завтра. Любоваться ей жители и гости города смогут в течение четырех недель. За это время каждый успеет запечатлеть теплые моменты и сделать яркие фотографии под одеялом разноцветных огоньков.